Здравствуйте! Добро пожаловать на уроке по главному Тору. Эта недельная глава называется Балак, и главное действующее лицо этой главы Билам, пророк Билам. Именно ему, собственно, Гайя будет посвящена большинству этого урока. Пророк Билам, мы будем надеяться с Божьей помощью, нас научил очень многому интересного, но что подчеркнуто, вся эта недельная глава отличается от всех других глав Тора. В отличие от других глав Торы, где наш народ напрямую является частью этой главы, в главах Тора написаны «История нашего народа», на главах Тора приводятся «Законы для нашего народа», эта глава совершенно не коснулась нашего народа, весь еврейский народ только упомянут как бы в третьем лице. То есть царь Балак нанял Билама проклясть еврейский народ. Примерно полглавы рассказывается, как он его уговаривал, как он не шел, как его ослица прижала к стене, ему появился ангел. И другая была именно само пророчество Биламовское, которое хотел проклясть наш народ, вместо этого он его благословил. То есть все произошло, нам чисто случайно, если так можно сказать, по секрету, Всевышний рассказал это Моиша, и Моиша Моисей записал это по повелению Всевышнего Тора. И интересно, что во вторе, а втора, приводится Всевышний много лет спустя, напомнил еврейскому народу и сказал, «Помни, как я вас спас во времена Билама». Понимаете, мы недооцениваем. В нашем понятие проклятие, ну, знаете, все бывает, конечно, неприятно, когда мы слышим, какая-то там соседка, кто-то другой соседке что-то плохо говорит, «Да чтоб ты, да чтоб ты». «Ну, неприятно, боимся, суеверия, некоторые в это вообще не верят» и так далее. Мы сейчас говорим о Биламе. Билам, разные есть объяснения, каким образом, но у него была реальная сила проклясть, и эти проклятия бы сбылись. Точно так же, как вы знаете, когда есть какие-то страшные заболевания, например, и та же самая радиация, ядерное оружие. Верите в это, не верите, не дай бог, когда эти вещи происходят, люди гибнут. Здесь тоже Биламовское проклятие, если бы оно случилось, оно было бы страшным для нашего народа, и Всевышний нас спас. Более того, мы бы это даже не знали бы, если бы Всевышний нам бы не поведал об этом. И поэтому надо еще раз вспомнить, что очень часто мы не знаем, что даже замышляют наши враги. Мы не знаем, сколько нас хотели, замышляли и так далее. Да, к сожалению, мы иногда слышим печальные события нашего народа. Иногда мы слышим, как действительно предотвратили какую-то тератаку. Но очень много раз даже нам об этом не рассказывали, мы не знаем. Всегда надо за прошло поблагодарить Всевышнего и молиться за будущее, чтобы действительно все враги нашего народа, чтобы их план никогда не сбылись. Это небольшое вступление. Вернемся теперь к нашему главному герою, как я и сказал, Белан. Белан был очень незавредный человек. Как я уже сказал, он был пророк. И не просто пророк. Написано, что Моисей, мой Шарабейну, был на таком уровне, что среди евреев другого такого пророка никогда не было и никогда не будет. Так написано в конце Тора. Но там подчеркивается, среди евреев, наши мудрецы говорят, среди неевреев был пророк на уровне Моисей Рабейну. Есть разные объяснения, как это понимать, неужели он был действительно на таком уровне. Что бы это ни значило, он был на величайшем уровне, и он действительно был пророком. То есть он напрямую разговаривал со Всевышним. Более того, когда Тора нам представляет его, написано, что он был Белан бен Беор. Написано его отчество, если так можно сказать, Белан Беорович. Наши мудрецы говорят, что любой пророк, который назван в Торе или в Танахе по имени отчеству, значит, его отец тоже был пророком. Это значит, что товарища Белама, папа его, Беор, тоже был пророком. Мы никогда не узнали о его пророчествах, какими были его пророчества, что он пророчество для неевреев, но он был тоже пророком. То есть сын, который был воспитан в семье пророков. И он действительно общался со Всевышним. С другой стороны, тот же самый Белан спустился в прямом смысле слова на уровне осла. И не осла, на самом деле у него была ослица. Из ужина до пошло. И в последней недельной главе рассказывается целый диалог. Он спорится со своей ослицей. Он сказал так, ослица ответила так. То есть он в прямом смысле докатился до уровня ослицы. Более того, великий Рамбан Нахмадид говорит, действительно, как-то интересно, Всевышний никак по-другому не мог остановить Белама, только чтобы ослица заговорила. Это необычно, причем была ослица. В перке вот написано, что эта ослица, по некоторым мнениям, была создана еще в 6 дней мироздания. Потому что была уникальная ослица, занесена в Красную книгу, если так можно сказать. Всевышнего, другого выхода не было остановить Белама. Но, говорит Рамбан, Всевышний хотел научить Белама, намекнуть Беламу, кто тебе дал рот разговаривать. Это приводится похожая фраза, которую Всевышний сказал Мойше в свое время, когда Мойше жаловался, что он заикается, он не может быть пророком. Всевышний ему сказал, кто дал человеку рот, кто ему дал возможность говорить. Так Всевышний Беламу хотел намекнуть, кто тебя сделал пророком, кто тебе дал возможность говорить пророчествовать проклинать я если хочу говорить всевышний я могу от лица тоже может говорить есть уже на то пошло тот же самый бог который дал возможность белому разговаривать не просто разговаривать о пророчествовать тот же самый бог может ослиться чтоб тоже заговорил с другой стороны получается все выше намекает белому что ты докатился до уровня слиться обсудим ясно говорю на чужих ошибках сюда лучше учиться печально когда людям надо учиться своих ошибках когда мы можем учиться на чужих ошибках каждый человек в себе имеет кого развилку любой человек крайнести давайте назовем крайности это своему пророчеству да давайте смотреть правду за скорее всего большинство из нас до уровня пророка не дойдет в этой жизни в наше время тебя нету пророчества когда шейх придет не будет так просто давайте назовем крайне крайне святое давайте назовем это уровне пророчества и крайне крайне не святое то сил причем осел не такое плохое животное но когда мы говорим именно вот что же называется животное сильное не особо умная да все работа да да она работает не то что там это самое не вредное не ненужное очень хорошие животные каждого из нас есть тело и душа много раз об этом говорили это даже чудо как наше тело наша душа сплетена так красиво вместе давайте назовем что наша душа так бы немножко пророчество немножко в эту духовность и наше тело это немножко осел мы любим покушать поспать и так далее то же самое что осел давайте например обе лама посмотрим как же нам не докатиться до уровня осла и нам в помощь приходит очень замечательная мишна реке а вот вы можете это посмотреть в пятой главе это ближе пятой главе парке а вот есть разные издания парке вот по-разному разбиваются главы на мишны в некоторых главах это 21 мечта 19 посмотрите это очень длинная мишна вы сразу видите к концу пятой главы такие вот она в большинстве русской русских сидурах есть и мечта очень интересно построена сам факт как она построена уже бросается в глаза что есть три черты характера которые присущены которые мы можем найти у авраама рома вин это первый еврей и есть у человека то есть человека могут быть речи ты характера как у авраама и он тогда будет как бы учеником авраама с другой стороны могут быть другие черты характера это черты белом ясно ты смешно ставит на две части часть лесов белом и авраам нашего процента рама и уже маша один из каких комментариях вы что состоит впечатление что мы говорим одном и том же человек мне говорим о двух разных как будто два разных ученика создают впечатление ножками что на так написано как будто у нас у всех есть на самом деле как бы 6 видов характера 333 это как бы авраама и 3 белом и потом не что сейчас мы коснемся конечно все эти черты характера и потом и что говорит какая же разница между авраамом и балама посмотри между фрамом было мы потом нужно даже на задать вопрос коробка авраам это самый святой человек самый хороший у нас только все написано мы одним столько учимся белом это такой плохой 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 когда-то это не на этих выборах много лет назад были очередные американские выборы и кто-то сказал очень умную вещь что пипсикола разница между пипсикола и кока-кола очень маленькая и все знают что это это вредная но ну что-то шпить надо например у нас такие же выбор это было давно наше время не думал что-то изменилось разница большой нет за кого голосуем за того голосуем здесь в разница бросается в глаза тем не менее лично говорит какая разница между учениками авраама и между учениками белом и более того комментарии говорят не написано между авраамом и беломом между учениками комментарии говорят что если бы вы посмотрели на товарища белома вы все вы похож на авраам святой человек пророк там кстати было по многим мнениям было одногласно слушать у всех свои недостатки да но в целом сам белом на первый взгляд могут сойти за великого человека он на уровне с авраамом мечта должна сравнивать их них лишь только учеников какие же три теперь наконец-то после этого вступления какие же три черты характера присущий белому какие аврааму еще интересный момент некоторых увлечая внимание авраам то есть конечно у наш праотец но если то пошло от авраама могут учиться не только евреи в отличие например от уже яков который был 12 колен авраам он отец всех народов то есть мишна на самом деле учит и других народов то есть не обязательно быть даже евреям чтобы это мишна вас научился простой человек может учиться что за за три основных черты характера давайте посмотрим авраам то есть ученики авраама первое что характер приводится это они то его хороший глаз хороший глаз как и всегда есть разные комментарии хороший глаз противоположность это плохой глаз хороший глаз это во-первых мы видим хорошо смотреть на других не завидовать ничего страшного кого-то что-то есть я за него рад хороший глаз мы видим мы хорошо смотрим на всех пусть у него будет пусть еще будет больше какая мне рад что он же у меня не забирает с другой стороны айн гора плохой глаз почему не вот здесь почему не вот здесь приводится что процент подчеркивается что когда авраам когда ему даже предлагали царь с дома ему предлагал отказался мне нужны чужие деньги мы ничего не надо он доволен кроме этого айн то его хороший глаз не только мы хорошо смотрим мы видим хорошие вещи иногда есть такой человек он станет что-то хорошее сказать что приятное сказать это он был где-то посидел кого-то вот как было то хорошо это хорошо здесь хорошо здесь хорошо из другой вид людей айнара я пошел на свадьбу замечательного свадьбу все хорошо такая радость она курица была недоваренная него сколько нет денег потратили на эту свадьбу ой-ой-ой-ой-ой человек видит некоторые люди айн то его не смотрят как они смотрят хорошо а есть и плохо и они видят хорошие вещи и видят плохие вещи это первое что бросается кстати айнара я не буду сейчас много для этого времени надо понимать что айнара это есть русское слово сглазить на святом языке айнара даже наиды шайнер кубин гадки на и на и на и на это значит чтоб не сглазит ли яйна рабли яйна рада дошли сглазить шуха норы к приводится эти закон запятки это не зависит от суеверия до приводится чем больше вы этого боитесь тем она на вас больше влияет однако надо иметь ввиду что это реальная сила и поэтому если что-то есть очень дорогое лучше не показывать чтобы не сглазили да действительно могут сглазить там люди приводятся истории когда люди теряли деньги из того что и сглазили люди умирали из того что и сглазили это реальная проблема не суеверия и наоборот человек себя должен на всех смотреть хорошо приводится что у своих детей вас не выгоденцы среди темы никогда не сглазить написано с детей учеников почему чтобы очень любить если человек работает над собой чтобы быть и учеников авраама они белама и видеть все хорошие хотите желательно пусть не будет пусть не будет тогда будет сидеть учениками авраама следующая часть следующая часть приводится руах друг это приводится дух нам ухо смирный дух рук на муху противоположность это наоборот гордыня противоположность этого в рамо у в рамо было низкий спокойный смирный спокойный было белом белом наоборот был гордый гордыня когда к нему пришли он им сказал наверное вы не на уровне не нашего более высокопоставленные пришли чиновники наверное бог не хочет чтобы я спускался с такими низкими не надо выше выше больше с другой стороны авраам авраам сказал я пепел и песок я не что я ничтожество он был действительно очень скромный из 2 подрыва и оположности опять-таки скромность и наоборот завзятость наглость и так далее и третья вещь сейчас их суммируется три вещи третья вещь водится это напиши пола это скромно и это имеется ввиду не вошелать что-то авраам написано что не будет физические желания написано кстати что авраам никогда не видел свою жену толком рассказывается что когда они пошли в египте носка у я смотрю такие красивые там вот целая история он не только не смотрел потому что следил за глазами я не рекомендую конечно это понятно что мы не на том уровне на жену надо смотреть чтобы она не обиделась но в целом авраам был отделен из всех наслаждениях об этого мира с другой стороны белом белом посоветовал тоже чему касается самый конец нашей недельной главы и сечки ватен хас он посоветовал моя витянкам соблазнять и развлечать еврейский народ для того чтобы дать такой умный совет соблазнять и развлечать наверно тоже был замешан более этого наши мудрецы приводит что когда слиться ему говорит что я с тобой всегда путешествовала там приводится что на его грела и он с ним извините про вас без слова спал когда я говорю что он спустился до уровня своей слиться таки прямом смысле хуже не придумаешь то есть 3 давайте суммируем мы увидим на самом деле что-то три основные черты характера все остальные наши черты характера можно разделить на эти три части это первое то что сказал так хороший глаз пусть у него будет пусть у него будет материальные вещи материальные или я хочу чтобы у меня все было у меня у меня у меня это плохой глаз или пусть у него будет пусть у него будет хорошего затем и реальные материальные вещи второе мы сказали это духовный это гордыня это духовное наслаждение гордый чтобы ухвалили чтобы было называли товарищ такой-то великий умный и и так далее людей людей это духовная кого духовность с другой стороны авраама был очень скромный это духовное наслаждение и поставить физическое то что физическое и на прямом смысле слова это то что вы сказать то есть еще раз материальное духовное и физическое и у вас у нас у всех вот этих трех сферах давайте скажем материальное духовное и физические наслаждения и мы можем у нас всегда к нам принимаем решение когда мы чего-то хотим у нас всегда мы можем идти в сторону белого который на самом деле еще раз не забывать он был великий человек но скатился 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 или он может быть учениками учениками авраама который наоборот наоборот поднялся интересно что есть мишна мишна тоже перки вот говорит что кино таева таковод кино это зависть таева это желание на физические желания и кого-то это гордыня это таки все три вещи физическое мура моральная и духовно материальные материальные духовные эти три вещи муци им это дал минула человек теряет этот мир и если посмотрите конец мишна когда мы говорим это какая как я же не закончил самое главное так действительно какая разница между авраамом и белом авраама ученики авраама получает и этот мир и будущий мир и подчеркиваю этот мир тоже потому что когда говорится только про будущий мир мы люди простые нам тяжело мы верим конечно боговоясные люди может быть даже надо задуматься будет в конечном итоге большинство евреев даже не совсем соблюдающий веришь есть будущими но когда она в этом мире в этом мире ученики авраама будет наслаждаться больше чем ученики белома с другого значения кибелома написано не получает бездну и гейну кстати долом я не закончил его биографию с какой он был талантливый так далее он прожил геморов говорит 33 года и морга вы что он прожил не надо чтобы он меньше чем пол жизни жизни человека средне средне или написано 70 лет меньше чем 35 должно быть меньше чем на самом деле получается 30 35 должно быть меньше куча он прожил написано всего лишь 33 года как он погиб через несколько недель мы узнаем как он погиб он на войне это тот ту войну которая начал он упал на меч кстати пинхас который собственно говоря его с ним сражался с его раз развратом и так далее он упал на меч более того раньше привода 400 вещь белом на нас напал пользуясь нашим оружием я на прошлом уроке говорилось нам это говорим еврейское орудие оружие это нашу наша молитва ты или руки именно война это и сов это наш брат близнецы сов да когда не дай бог мы плохо молимся тогда приходится пользоваться другими вещами на самом деле наши наше оружие это кол коляков наш протеста сказал что наше оружие это наших устах а меч этого руджи и сам и так интересно рашки спирить как интересно белом как бы у нас украл наше оружие хотелось проклясть устал это наше оружие хотел на нас напасть как бы нашим оружием как он погиб он погиб мечом у меня разомер очень интересная идея в конечном итоге теперь давайте суммируем каждый из нас каждый человек это что мишина говорит то что все эти главы нас учат независимости от наших талантлив талантов и они у всех есть человек надавил всех нас с какими-то талант на у нас у всех есть и дыша коп или же копчик да и так далее человек каждый человек получил от бога то что он ему дали да мы хотим больше мы хотим немножко больше материального хотим больше это каждому дали очень много всего очень всего хорошего и теперь у нас есть возможность или мы пойдем сторону роста сторону то что я называл пророчества то сторону учеников авраама или мужская спуститься до уровня белом а это от нас зависит и интересно что наше недельной главе ни одного абзаца нет чем еще делается отличается наша недельная глава других глав вся глава это один большой абзац когда вы через школе одно из вещей которые вас я уверен учили что когда вы длины сочинения пишите надо знать как разбить его на абзац не наша была слишком много абзацев это плохо выглядит на наши были бы жить но никто не пишет огромное такое сочинение одним большим абзацем я разделил я великий 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 литер писатель ташкир я вы разделил одно пророчество белома это один абзац 2 просто внутри пророчества замечательно один большой абзац нет не прерывается там конец концовка единой просто другая история комментарии говорят очень интересную вещь зачем вообще абзацы в торе когда ли говорят чтобы задуматься когда мой шарабина получал тору ему сказали поставить эти абзацы только чтобы она красиво смотрелась а просто иногда на гепсик пин парша лапарша задуматься между главами недельными главами абзацами тебе дали информацию рассказали что-то или информация истории резкого народа или законы пауза надо обдумать начинаем следующий кусок информации надо думать белом это одно из его тоже недостатка было у него все у него все катится катится он не думает но а с лица с лица идея что-то в этом же было с лица с лица его раз остановила 2 остановил и сам всевышний всевышний же мы не сказал сразу эти часы мышь ему говорит не иди я хочу там всевышний ему дайте намекали намекали он идет 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 и он пытается проклясть еврейский народ вместо этого благословил я давать я еще раз попробую катится 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 то есть одна из ошибок билама которую не повторять иногда в жизни надо обдумать остановиться любой религиозный еврей перед сном читает молитву шума и израиль в этом и литвы мы прощаем всех мечта брура приводит что стоит обдумать свой прошлый день если не давал что-то не то сделаем может быть раскаяться рекомендуется в каждый вечер делать некоторые говорят что каждый расходы каждый месяц если как бы не емкий пор конечно каждый год и тогда то есть каждый человек должен до остановиться задуматься обдумать что как 40 снае моргера ги Мара говорит это гер daar не только які моры это шелха на рух шахана ругает is такой закон что если человек покажут путешествовать на осле тем времене асс Career в наши временем на машине то есть ничего особенного чек пишешь 31 ослем по пустыне он едет и об смотрю по времени пришло время молиться надо остановиться не честно молиться процессе движения надо становиться теперь так если вы знаете какую сторону молиться где находится храм обычно мы молимся на восток на то зависимость на самом деле вы находитесь там если вы южной африке надо на север молиться теперь если вы знаете где находится храм ну поставьте себя в сторону храмом лица если вы не знаете где находится храм просто садитесь осла и сосредоточьтесь и подумайте, как будто вы молитесь через святая святых. Вы знаете, наверное, вы видели эти картинки, вот этот ковчег, золотые керувьи. Просто закройте глаза, смотрите все дуры, думайте, что вы сейчас находитесь в святая святых. Такой закон. То есть вы на осле, возле осла, но вы находитесь в святая святых. Сатмаруф сказал, человек может, только что он был минуту назад на своем осле, то есть осел, но он может, если он хочет, зайти в святая святых. Но иногда он говорит, Сатмаруф сказал, человек может находиться в святая святых, но его голова со слом. Сколько раз, может, вы не знаете, но рассказывает истории, да, когда человек во время молитвы, да, во время молитвы вдруг в ход мысли ушел, про футбол, правильно, про футбол, про политику, про кто в кого стрелял, и мозг. Я в синагоге, да, рассказывает там, в грудь меня кто-то ударил. Это когда мы молимся с человеком, от нас зависит задуматься. Или мы хотим находиться со слом, или мы хотим находиться святая святых. Так это тоже ошибка, ошибка. Билама. Еще ошибка, которая, на самом деле, я уже начал об этом говорить. Ему намекали, Ему намекали, Ему намекали. В конечном итоге, он, если так можно сказать, он настоял на своем. Всевышний ему, Всевышний очень не хотел, чтобы он шел прогнать еврейский народ. В конечном итоге, Всевышний ему сказал, да, иди. Наши мудрецы говорят, так, как человек, лейлах, кто-то, что хочет идти, так ему разрешат идти. Не надо потом пенять на Всевышнего, как-то допустим. От нас зависит, от нас зависит, куда мы хотим идти. Теперь, если, приводится интересная вещь, если вы хотите действительно быть праведником, вам будут помогать. Если вы хотите быть плохим, не дай Бог, вам не будут мешать, вам не будут помогать. Всевышний не будет специально вам помогать, стать каким-то там, нехорошим персонажем. Но мешать вам не будут. Белам ему сказал Всевышний, не иди проклинать. Там ему говорят, да, хочешь, иди. Ему ослица раз ему намекнула, два ему намекнула, три ему намекнула, она уже заговорила. Белам говорит, о, я же не понял. Я-то всем не понял. Но в конечном итоге, вам дадут выбрать ваш путь. Сколько мы иногда, те люди, которые не задумываются, очень часто человек может принять решение, которое в корне изменит всю его жизнь и потом уже очень тяжело вернуться. Эти решения, есть очень важные решения, где мы будем жить, когда человек женится, выходит замуж, когда человек выбирает свою работу, где он будет работать. Есть более мелкие решения, которые мы никогда не знаем, что нам изменит. просто пошел, что купить, какой кусок мяса купить на шабо, это не такие большие решения. Есть решения, которые мы принимаем, и потом мы уже так и будем идти и очень тяжело вернуться. Так первое, что человек обязан и должен задумываться, и человек должен следить за своими решениями, и человек, человек должен осознанно их принимать, иначе ему действительно человек может скатиться с уровня, с уровня, или он может взять, чтобы у него был уровень Белама, или он может быть уровень Балака, извиняюсь, уровень Авраама. Более того, если помните, я упомянул, что в Мишне создаёт впечатление, что это один и тот же человек. Один и тот же человек на самом деле имеет и то, и то. Шесть у нас черты характера. Мы сказали, что положительный глаз, положительное, скромность, положительное желание, и всё же отрицательное. Говорит Мишо, и приводится ты в небо в Шемтово, который, интересно, они жили, совершенно не связано, они практически говорят одну и ту же идею. У каждого из нас, внутри нас, есть и то, и то. У нас есть Айнара, у нас есть Айнтова, у нас есть хороший глаз, плохой глаз, у нас есть желание, и наоборот скромность, и так далее. Вопрос, как мы этим пользуемся, и когда. То есть, с каждым из нас есть иногда гордыня, и надо иногда ее пользоваться. Вопрос просто, когда? Приводится, например, человек должен сделать какую-то заповедь, человек должен что-то сделать, и вдруг не стоит, они всего, а, я такой, ну, кто меня будет слушать, зачем, ничего страшного, знаете, не надо ссориться, человек видит, например, как его хороший друг что-то не то делает, люди, например, как их дети, что-то не то делают, и они, и в них, у них, у них есть силы, возможность остановить, ну, знаете, как-то ссорятся, мои дети, вы понимаете, иногда это правда, иногда вы обязаны что-то сказать, и тут скромность неуместна, понимаете, тут же сам Авраам, кстати, сам Авраам, когда его племянника Лота взяли в плен, он, да, пошел на войну, он не начал говорить, ну, вы знаете, я такой ничтожество, я такой песок, ну, да, я куда-нибудь что-то, тут ни с того ни с сего, он был великим полководцем, да, то есть каждым из нас, говорит, интересно, и Большантов, и Машо, есть и то, и то, Большантов, кстати, приводится, от Большантова приводится интересный маршал, что человек потом не может оправдываться, о, вы знаете, я такой, я такой, помните, был когда-то анекдот, что милиция остановила кого-то, милиция говорит, ну, вы привысили скорость, как это вы так, на магистратах быстро едете, водитель говорит, да, слушайте, какой русский не любит быстрой езды, пока ладно, хватит мне голову морочить, давайте ваши документы, слушайте, какие у еврея документы, какие у еврея права, да, то есть, вы не можете играть и Белама, и Авраама, вы не можете сказать, ой, я такой скромный, я такой скромный, а потом вы двух несловно не всего станете такими гордыми, то есть, надо знать, когда вам дали силы, да, вам дали иногда гордость, иногда скромность, иногда желание, иногда наоборот, спокойствие, каждый человек в его силах выбрать, вот эти три, еще раз давайте быстренько в двух словах, у нас есть три основных основных видов характера, основных желаний и так далее, это материальное, айнара, я сказал, что хотеть, желать другому все хорошее, ничего, быть доволен, то, что у нас есть, и айнара, это айнтава, и наоборот, не дай бог, айнара, второе, это духовное, это гордость, это то, что нежелательно, и наоборот, мягкость, и третье, это именно физическое наслаждение, и человек с его талантами, с его возможностями, материальными возможностями, талантами и так далее, у него теперь есть выбор, или он может стремиться быть учеником Авраама, и соответственно ему будут помогать, я напоминаю, если человек действительно будет стараться быть учеником Авраама, ему будут помогать, и он может достичь, я не гарантирую, что каждый станет пророком, но если человек, написано, вспоминается, что Рамбом говорит, что каждый человек может достичь уровня Мойшарабейн, а я минуту назад, пару минут назад сказал, что никто до уровня Мойшарабейна не дойдет, объясняется, что человек может точно так же, как Мойшарабейна, достиг максимально своего уровня, каждый из вас может достичь вашего уровня надо стараться с другой стороны не дай бог человек может докатиться к нашей клубе докатиться до уровня беллама и то есть чего я хочу тема хочу закончить если вы посмотрите наши недель на главе есть очень много пророчеств есть действительно очень много пророчеств что что сказано в конце пророчеств беллама там пророчества что будет бахаритами последние дни последние дни это называется дни приходом шериха секретарь это дни одни в которой мы живем какие будут войны какие при приплывут большие корабли какие страны будут воевать я не буду часто посвящать но надо помнить что наша сила во всех этих вещах наши силах это как я уже сказал наш род поэтому я хочу еще раз попросить призвать и так далее чтобы действительно в такое непростое время которое мы находимся каждый в отдельности весь еврейский народ целом и мы сейчас должны перейти прожить вот эту последние дни приходом шериха давай действительно помолимся попросим всевышнего чтобы с божьей помощью мы достигли каждой в отдельности чтобы действительно каждый из нас смог достичь своего максимально чтобы это так действительно учениками абрама вина и достичь уровня мощь шарабей насколько мы можем попросить действительно всевышний чтобы действительно сбылись все хорошие благословления беллама кстати вспомнил знаменитая фраза мотову аллеха якобы эта фраза которая в сидуре приводится когда мы говорим приходи в синагогу как хороши шатры твои якобы это тоже из пророчества беллама дай бог чтоб действительно все хорошие пророчества сбылись я еще раз всех благодарю за внимание и с лучшими пожеланиями и до встречи всего хорошего